Всего в 16 километрах от сердца Дмитрова уникальный выставочный комплекс фирмы Лека. Это не просто шоурум под открытым небом. Это огромный детский городок, полюбившийся не только жителям городского округа, но и гостям. В этом году площадку реконструировали. Из-за ковида вообще не смогли парк запустить вовремя, как мы собирались еще в начале лета. И вот только сейчас мы закончили всю реконструкцию, установили все объекты, которые хотели. Закончили и предлагаем сюда всем приезжать, отдыхать. Также фабрика облагородила близлежащую территорию, разбив экопарк. У меня за спиной это такое достаточно большое место для отдыха вдоль Варваровки, который тут еще через нее мы три мостика сделали. Там красиво, интересно. Скалодромы, гигантские качели, спортивные тренажеры, тыкбол и многое другое. Парк Лека — это 20 кардинально разных площадок для детского и семейного отдыха. С игровой площадки парка Лека можно попасть прямиком к научной экспозиции, связанной с историей космоса и вселенной. Создатель экспозиции «Космос» — директор фабрики Константин Могильницкий. Это линейная хронологическая панель. Я ставил цель расположить все основные события космической эры в их естественном хронологическом порядке. Здесь каждый год 67 сантиметров. Общая длина — 55 метров. Свою историю панель времени начинает с рождения предсказателя освоения космоса французского писателя Жюли Верна. Следом идут пионеры космического кораблестроения и основные вехи покорения внеземного пространства. В линейной перспективе Константина Могильницкого не только советские достижения, но и иностранные. Например, первый полет на Луну. Астронавты НАСА не единожды летали к спутнику Земли. Автор экспозиции создал наглядную, а главное — достоверную карту экспедиций. Во всяком случае, нашу планету можно увидеть практически глазами Нила Армстронга. Все в одном масштабе, 38 метров. Там Земля в масштабе 1 к 10 миллионам, это 1 метр 27 сантиметров. И вот в этом масштабе вот такая Луна. И астронавты, на нее американские, значит, это было 12 экспедиций было. Они прилетали, и вот шесть раз они высаживались на Луну. Вот это здесь точки высадки. По соседству с макетом Луны космические ракеты тоже в масштабе. Правда, не все, а только исторически важны. Летели они на вот такой ракете. Это Сатурн, это самая большая ракета в истории. И тут показан синим разгонный блок, который ее разгонял до высокой скорости, чтобы она могла от поля тяжести Земли улететь. И дальше вот эта ракета, то есть космический корабль «Аполлон», вот их три астронавта в нем сидела. Хронологическая панель выверена до мелких деталей. Каждому событию соответствует не только месяц, но и день. Показана станция, например, «Салют-5», вот это ее время нахождения ее на орбите. А это полеты к ней космонавтов. То есть вот два космонавта летали, потом еще два. Тут они, вот видно, что они не смогли пристыковаться, поэтому такой короткий полет. И дальше вообще все пилотируемые полеты здесь показаны вот в таком графическом исполнении. То есть любой космонавт может себя здесь найти. Единая космическая тематика объединила две экспозиции. Если Землю уменьшить в 10 миллионов раз, то она будет вот такого размера. Это метр двадцать семь. Такой глобус. И на нем есть орбита Гагарина. То есть вот его взлет с Байконура. И он огибает Землю, она на правильной высоте. Вот здесь он так низко еще летит. Ну, вот там на трех, там он удаляется на три сантиметра в этом масштабе от глобуса. И вот здесь уже, вот здесь вот он далеко от Земли относительно. И вот здесь уже торможение начинается, и он в Саратовской области совершает посадку. В параллеле с космосом установлены небольшие столбы. На первый взгляд кажется, что это просто граница между экспозициями. На самом деле это масштабная модель Солнечной системы. Вот если Землю, это там был масштаб один к десяти миллионам, если ее уменьшить в тысячу раз, то Земля будет вот такой. Ну, будет ли видно на камеру вот тут эту маленькую точку. Действительно, она крошечная. Земля. В этом масштабе расстояние до Солнца, вон там мы видим Солнце, в этом масштабе. Это шарик 145 миллиметров. Это расстояние до Солнца. Вот это Юпитер. Да, действительно, видно. Вот расстояние от Юпитера до Солнца, вот такое мы видим. А дальше у нас представлены и Сатурн, и Уран, и Нептун, но уже планеты в масштабе, а расстояние, конечно, иначе бы это было там в дальнем конце поля. На стендах не только планеты, но и наиболее важные космические объекты. Показаны четыре, они уже не спутники, это автоматические межпланетные станции, которые самые дальние, которые запустило человечество, это Пионер 10, Пионер 11, Вояджер 1, Вояджер 2 и новые горизонты. Это вот самые дальние. И показаны времена, когда они покинули Солнечную систему, а новые горизонты еще не покинули Солнечную систему. По соседству в проекции орбиты всех планет Солнечной системы, галактики и даже звезды. Научная экспозиция интерактивная, ее можно пощупать и покрутить, как эту карту звездного неба. А также можно ознакомиться с топом звезд по самым разным параметрам. В планах создателя дополнить экспозиции, которые станут еще более интересными и познавательными. Продолжение следует...